Сразу три пикета в ожидании сессии Горсовета. Харьковчане требуют прозрачности в установлении тарифов, распределения бюджетных средств и средств коммунальных предприятий, исполнение закона о создании ОСМД. Идается про непрозорость. Люди имеют право видеть, как бюджетные деньги, на какие справки идут, и в каких количествах еще выработаются, и как формуются тарифы. Едва критики городских властей выстраиваются в цепь, взбоку образуется новый пикет людей, довольных городской системой ЖКХ и процессом создания ОСМД. При этом большинство его участников на вид не старше 20 лет. И пояснить, чем их так взволновала тема объединения со владельцем многоквартирных домов, не могут. Отвечают лишь, когда их одобряет лицо, не впервые появляющееся на подобных промерзких мероприятиях. Что вы держите? Что это обозначает? Это плакат. Плакат держите, да? А что на нем написано, что это обозначает? Без комментариев. А кого вы считаете мошенниками? Мошенником считаем тех, кто вы открыли. А я не вас спрашиваю, здравствуйте. А кто вы? Новость АТ. Как вас зовут? А кто вы, Контакта, девушка? Новость АТ. Девушка, кто вы? Здравствуйте. Какой ОСМД представляете? ЖК Контакт. А варишек. ЖК Контакт. А где она находится? По какому адресу? Арибальдия 11. А я не вас спрашиваю, молодой человек. Вот похоже, вы в вашем молодой человек не знаете. Какой квартир там проживаете, если не секрет? Секрет. А сколько платите? Сколько платите, что вы стоите за? Много. Пикетчики, которые пришли требовать соблюдения закона о создании ОСМД, свою позицию аргументируют легко. Поясняют, кроме уличных акций, уже не осталось никаких рычагов заставить муниципальной власти передать их до масс-баланса жилкомсервиса. Мы хотим сами управлять всеми ресурсами, да, то есть жильцы дома сами полностью управлять всеми процессами нашего дома. Вот. В результате этого мы полностью уже зарегистрированы как организация ОСББ. Но, однако, жилкомсервис совершенно почему-то не хочет с вами сотрудничать. То есть, документы нам не отдаются нашего дома, хотя мы полностью уже, как я сказала, зарегистрированы. В Горсовете отчитываются не только не ставят палки в колеса тем, кто сам хочет управлять своим домом, но и помогают. Приняли две программы. В помощь новосозданным ОСМД выделили 17 миллионов гривен. Всего, по данным чиновников, более 90 домов уже перешло в управление жильцов на рассмотрение еще 18 протоколов. Что касается остальных заявок, то они поданы с ошибками. Субъектами инициативы о списании с ОСМД являются не сами созданные ОСМД юридические лица, а собственники, проживающие в этих домах и имеющие там соответствующие помещения. Однако, просьбы, которые мы получали в Харьковский городской совет, большая часть из них, она была направлена именно от юридических лиц самих объединений совладельцев на квартирных домах, что нарушает установленный кабинетом министров порядок. По словам Романа Нехорошкова, у них около 150 заявок именно от владельцев квартир, которые сообщают о том, что их ОСМД созданы с нарушением, поэтому дома и не передаются на баланс совладельцев. Более того, мэр утверждает, что отдельные граждане специально подделывают протоколы о создании ОСМД, в то время как люди хотят, чтобы ими продолжали заниматься коммунальщики. Активисты же утверждают, это коммунальщики специально ищут в домах сомневающихся и уговаривают их писать жалобы, чтобы оставить доходы от квартплаты у себя. Таким управителем может стать жилкомсервис наше коммунальное предприятие. Соответственно, данное решение принимается собранием жильцов. Приходят определенные политические партии, которые предлагают много чего сделать и передают такие листы с подписями на имя руководства города, в данном случае на имя городского головы Геннадия Керниса, о том, что необходимо здесь ремонтировать дорогу, ремонтировать жилой фонд и так далее. В дальнейшем эти подписные листы подменяются протоколом собрания, и так получается у нас объединение со владельцами многоквартирных домов. Люди, прагнувши бы міськая влада, отдала им их будинки в управление и не заважала работать. Деющая система управления многоквартирными будинками уже довела свою неспроможность. Низь какие-то послухи, высокие тарифы и постоянные вытраты миллионов из міського бюджета на поддержку ЖКГ. Могила отметил, что как раз на поддержку ЖКГ из бюджета выделена немалая помощь – 53 миллиона, что в три раза больше, чем на ОСМД. И куда пойдут деньги для коммунальщиков – непонятно, в то время как совладельцы домов сами управляют своими средствами. Марина Николаева, Владимир Борох, Агентство телевидения Новости.